В музее-усадьбе Пружанский палацик открылась выставка молодой талантливой художницы Светланы Волосюк-Узровни. Направления в творчестве Светланы разнообразны, живопись, графика, батик. На выставке художница представила картины в технике масляной живописи на холсте. На выставке я представляю работы в технике масляная живопись на холсте. Я использую пастозную живопись, когда мазки накладываются пастозно, слоями, очень густо. Был такой итальянский художник Сигантини, он использовал такой густой мазок, и вот этот мазок называется шов Сигантини. Еще я занимаюсь батиком. Это декоративная живопись на ткани. Она подразумевает роспись и одежды, и платков, и создание декоративных панно. Я сочетаю экспрессионизм с авангардом, что-то такое, и плюс какие-то декоративные моменты, они идут от батика. Сегодня современное искусство – это называется постмодерн. То есть каждый художник сегодня волен делать все, что хочется, в любом направлении, в любом стиле. Тематика картин весьма разнообразна, однако можно выделить два основных пласта – фантазийный и этноисторический. Вдохновение и образы для своих работ художница находит в окружающем мире – людях, природе, книгах и музыке. С 2009 года Светлана участвует в белорусских и зарубежных выставках. С графикой я участвую в международных биеннале. Это выставки, которые проходят один раз в два года. Их организовывают разные страны, разные города. Они присылают приглашение на выставку, и я отправляю туда работу. Да, у меня была в Польше серия персональных выставок, где-то до 15 выставок было по разным городам. Самые-таки значительные выставки – это была выставка в Лодзе, это один из таких больших городов Польши. Вот, там была выставка живописи. Потом была интересна очень выставка «Город Александров», тоже такой интересный исторический город. И в Легнице, в замке 13 века. Родилась Светлана в Жабинке. Сейчас работает и творит в Кобрине. Способность к рисованию проявилась уже с детства, поэтому закономерно, что после школы был выбран Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, где художница закончила факультет искусств. Приглашение представить свои работы в Пружанском палацике, по признанию самой художницы, было неожиданным для нее, но приятным событием. Уютные залы палацика, музыка, звучавшая на открытии выставки, могут, вероятно, стать поводом для появления новых полотен. Приглашение на выставку было довольно неожиданным. Я думала, наверное, маленький город, будет мало людей. Про палацик я слышала, вот, много информации. Очень красивое здание историческое, очень красивые залы. Приятно здесь повесить свои работы. Вот, много людей было, интересуются, и дети, и взрослые. Услышать вот народные вот эти мотивы, это, конечно, приятно. Чем больше город, тем этого меньше, чем меньше местечка, наверное, тем все-таки больше сохраняется вот эта народная этническая, и это надо сохранять. Увидеть картины Светланы Волосюк можно в музее-усадьбе до 22 марта.